Все, пройдемте к автомобилю. Единственная рекомендация. Робот вот этот неплохой. Печи быстро выйдут из строя. У них и в прошлом поколении это нормальный мотор был. Мотор это в принципе нормальный. Самое сложное обратное его запихать. А пока я жду, можно выпить вкусный кофе. Ну у нас только клубничный сегодня. Ну в принципе все тогда. Если надо, то надо. Там самое главное не заниматься чиптюнингом. Вам огромное спасибо за визит. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Вот и настало время проститься своим железным конем. Но ненадолго, потому что наступило нулевое ТО. Посмотрим, что же за наши деньги делает официальный дилер. И что случилось с машиной за пробег почти в 3000 километров. Погнали! Добрый день. Я на нулевое ТО. А пока я жду, можно выпить вкусный кофе. Какой выбор, друзья? Ну у нас только клубничный сегодня. Да, малиновый закончился. Куча болтиков, куча пистончиков. Все удобно. Сейчас мы его снимем. Самое сложное обратно его запихать. Ломать не стоит, как говорится. Как вообще автомобиль? Мне товарищи сразу скажут, что хочешь китайцы берет джили, это будет. Да, джили, это прям хорошо. Я отправил в вашу салону. Мотор этот в принципе нормальный, 4-цилиндровый. Ну да, так и у них и 3-цилиндровый, то нормальный. Да. Что, черное масло чересчур, да? Да нормально. Масло должно быть черным, оно же моет двигатель. Тем более обкаточное масло там, так или иначе. Самое главное, что стружка от чего-то не лезет. Да, да. Я тоже приверженец того, что надо масло на ТО 0 всегда менять. Ну вообще да, плюс этот мотор он такой термонагруженный. У них и в прошлом поколении это нормальный мотор был в принципе надежный. Там самое главное не заниматься чиптюнингом, потому что эти моторы не терпят чиптюнинга и не терпят плохого топлива. То есть заправляться желательно на хороших заправках. Тут непосредственный впрыск. Ну да. Да, и соответственно свечи быстро выйдут из строя, если плохое топливо будет. А свечи за собой могут потянуть все что угодно. Да. Ее производитель сделал, но значит так и должно быть лучше удалить, там пытаться сделать, чтобы она быстрее ехала. Это же коробка рассчитана на определенный крутящий момент. Да, да куда быстрее-то? Он же и так вроде едет. Сколько у него до сотки? 8 секунд, наверное? Робот вот этот неплохой. Мне тоже нравится, как он передачи щелкает. Чик-чик-чик-чик. Тут два сцепления мокрого типа. Так вообще замечания есть какие-то? Что-нибудь посмотреть? Вообще ничего. Ничего нет. Болт одноразовый. На джиле меняется, да, обычно болт, а на тугелах просто уплотительное кольцо меняется. И вообще, мне кажется, этот мотор удачный будет, вот этот четырехцилиндровый. Джиле препейс, и там он сколько? Ну, уже три года, и как бы ездит, и ничего, нормально. Единственная рекомендация по машине на будущее – следить за задними тормозами. То есть на ТО выполнять обслуживание, профилактику тормозной системы задней. Здесь вот, в этих местах колодка вписает в скобу тормозную. Соответственно, колодки не разводятся, когда тормоз вы опускаете. От этого перегрев, от этого износ колодок. То есть на ТО надо следить за тормозами. То надо обслуживать, это не просто там как бы расширение какое-то. Если надо, то надо. А так по кулреям нету ничего. Да, вентиляция, сморковые ответы. Ну, кстати, масло вот это, лопал, которое китайское, я про него читал. В принципе, оно, ну, нормально. Должно все быть хорошо. Уровень возле максимума. Ну, в принципе, все тогда. Помпа у них тоже интересно сделана таким образом. После того, как автомобиль глушите, она еще какое-то время работает, да, гоняет. Это реально круто. Да, потому что это как вот на стареньких машинах турбовых, турботаймеры-то ставили, чтобы турбину охлаждать. А здесь она... Автомобиль готов. Без каких-либо утечек. Фильтр масляный, масло в моторе, 020, джилевская, лопал. Все, заменили. Так, по стоимости 8 899 рублей. Встречаемся с вами в следующий визит. А когда будет на одометре показатель 10 тысяч километров. Все, пройдемте к автомобилю. Техническая жидкость, охлаждающая жидкость все имеется в уровне. Тормозная жидкость имеется также все в уровне. Это бирка о сегодняшнем визите. Марка масла написана. Уровень масла чистая, прозрачная в уровне. Вам огромное спасибо за визит. Встречаемся с вами на следующем ТО на пробеге 10 тысяч километров. И снова здравствуй, мой железный друг. ТО прошло достаточно быстро. Просто обычная замена масла. Обошлась она мне 8 900 рублей. Ну что, следующее ТО на 10 тысячах. Поедем обязательно с ними, посмотрим, что произошло с машиной. Потому что на данный момент с автомобилем все хорошо. Никаких нареканий, соответственно, нет. Новый автомобиль, что можно сказать. Благодарю сотрудников дилерского центра за возможность все это заснять для видео, чтобы показать вам, друзья. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok